Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok 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 И люди во всех концах, с водой, с пожарным инструментом, и то только в бессветренную погоду, утром или вечером, и осенью или весной. Почему? Транспорта никакого не было, вывозить некуда было. Обстановка изменилась, 21 год. Тогда мы думали, где купить телеги. Поехали, купили несколько телег. Интересно, телега в телегу поставлена, вот так вот везли их. Пустые телеги. Лошадка одна была, мы не могли нарадоваться. Первое, что возили из леса, корова, на корове. Засыпят веревкой, бережно, бережно вытаскивают. А теперь трактора стоят, самосвалы, комбайны. И они внесли в правило, никогда ни под каким образом не разжигать огонь. Дальше добавляют некоторые сетки. И во дворах не разжигать. Да, не разжигать. А за это время сколько было пожаров? Вот Саша Мухон. Комары в комнате мешают. Даже не додумаешься, что сделать нужно. В ведро наложить горячих углей. И поставить, и по дну ничего не поставить. Ну, результат какой? Доска прогорела, вот такая дыра, ведро провалится. И скажи, ты не загорелась ведь? Комары-то улетели. Комар-то он умный. Он в отраве не будет сидеть. Ну, а клещ рукамар опять собрался. А жечь-то уже и нечего. Мураши ползут. У него же там было. Что нужно сделать? Откуда ползут определить? Ну, а как ползут? Так теперь уничтожить надо. И как уничтожить? Огнем. А огонь по сухим листьям до дому. И кто только там не жег. Начиная со старосты поджигатель. Нина там поджигала. Так там полыхала груза рух. Ешь, про матушку не говорю. Главный поджигатель. Но в конце-то концов. Результат Бог сохранил. И теперь уже делают вывод. Не разжигать. Правильно сделали они? Абсолютно правильно. Вывозить мусор в определенное место. Посмотрите, в городе дышать нечем, когда что-то разжигают. Значит, у них принят устав. Заново проголосовали. А приезжающие все расписываются. Согласен. Буду устав этот соблюдать. Так, Оля, пересядь туда. Выдите оттуда. Я тебя просил. Толкал туда. Я не мог ничего сделать. Ну, это день после причастия. Послушайте меня. Самый плотный туда угол залез. У нас тоже есть уставы. И уставы наши хорошие. Они висят здесь на обозрении всем. Правило какое есть? Если в течение года человек не был на исповеди на причастие, выходит соглашенными. Поднимите руку, кто в течение года не исповедовался, не причащался ни разу? Открываться только не надо. Это наши правила. Они хорошие правила. Если человек не идет на исповеди, вы не думаете, что он просто батюшку не взлюбил. Это грех потопил его. Он на дне лежит. А если ты не хочешь исполнять главного спасения своей души, ты вообще кому нужен на земле? Сам определи. Не будете причащаться, написано, не будете иметь в себе жизни. А я согрешил. Но если самый отлученный, заяви тогда батюшке. Батюшка даже не знает это. Ты должен сказать. Это духовный отец. Уведоми его. Скажи батюшка, я сознался, но даже если не отлучает, я сам себя отлучаю. Такое есть. Я буду стоять. Батюшка назначит срок. Самому не назначать. Но есть самое отлученное. Батюшки нету, а он уже согрешил, а батюшка через месяц вернется. Это возможно. Но а не год. В год не менее четырех раз причащий. У нас написано. Ну хорошее же правило-то. И не желающий этот пункт исполнять, сами себя проверьте. Ну не я же буду вас проверять. И начинаю. А ты что, не согрешал? Согрешал. Поэтому я не могу дождаться, когда исповедь будет. Я чувствую, что подо мной все горит. Как я? И сектанты, что они там где-то мудрят все. И причина одна только. Они не исповедуются. Каждый варится в собственном соку. Люди придумали так. Один грех здесь скажу, пойду в монастырь другой, с крестным ходом скажу третьему. Грехи свои разносят. Это тоже запрещено. А у меня духовный отец такой-то. Но я его могу сменить. Не можешь. Правило соборное запрещает. Без причины. Ты если, ну, второй там, двукратный собор, 15 правило, батюшка-еретик. Но это должно быть определенно выше. Не ты сам. Я его называю еретиком и пошел. То бывает где-то, я болею, мне далеко ходит. Разве это причина? Отец таким рассказывает. У него были прихожанки, которые приезжали, долго жили. На севере сначала на собаках едут там сотни километров. Добираются как? И никогда не пропустят. Я свидетель. Вот у нас живет там потеряевка Володя, у себя, но другой. Его отец, Александр Иванович, герой веры. Живет в Искитиме. Богослужением на Сибирске. Тогда на Сибирске доехать надо. Слезьте. А там уже транспортом городским. 60 километров. 10 ребятишек. 10. Вы с одним запурхались, не знаете, что делать. 10 детей. А какое хозяйство? Работает на государственной работе. Лекарщик он там, фрезеровщик, токарь. Все абсолютно делает. И обязательно на субботу, воскресенье он будет туда в храме выедет. С ночевкой. Но если есть какие гости, все гостей еще призовут себе. У нас живые примеры. Я видел эти, я искал примеры, мне Бог показал. Я могу только мечтать. Не мечтать, не хорошее слово, а желать. Батюшка, пожалуйста. Дайте мне слово, пожалуйста. Значит, следующий исповедник, кто еще не исповедовался, будет, значит, в пятницу. Это будет 26 числа. Это в преддверии верного воскресения хода Господня в Иерусалим. Значит, утром, вечером, в пятницу, будет у нас вечерняя молитва и после богослужения будет исповедь. В субботу утром будет литургия. В субботу вечером будет у нас уже праздничная служба на вход Господню в Иерусалим. Освящение верночь будет и литургия будет также субботу вечером будет исповедь. Запомнили? Это будет 26, 27, 28. Значит, 26 в пятницу вечером у нас будет молитва в храме. Вот так вот. Запомните. Две исповеди. Да, будет еще две исповеди, два причастия. На этой неделе у нас в среду вечером во всех храмах Православной Церкви совершается полный канон, считается, канон, значит, Андрея Критского, Покаянный канон Андрея Критского. А в субботу называется суббота Акафиста. В субботу считается Акафист Божьей Матери. Значит, дома кто будет обязательно помолитесь, прочитайте Акафист Божьей Матери. Ну вот, такие объявления. Что, ко мне какие вопросы есть? Никаких. Нет. Спасибо, Господи. Вот я благовестником жертвую. Вам на благовестие валюту. Бак национальный украинский 2 гривна. 2 гривна? О, начало положено. 2 гривна. Это я уже лет 5 у меня берегся. Ну, сколько в рублях? Это не 2 рубля, это будет, может быть, там, я не знаю, сколько рублей, может, 30. Вот так. Божьей Матери. Божьей Матери. Вопрос не был Господь. Да. Прокомментируйте вот в Алтайской миссии, то, что там. Что? Ну, вот, заметка Илариона, как бы, к вам. Вы читали? Ну, я читал, поэтому я спрашиваю. Ну, я распрочитал. Какие комментарии? Ну, комментариях нет никаких. У вас никаких, да? Я жду должен. Ну, то есть, вам ничего нету? Я ничего не получал. Мне позвонили в интернете, что-то, а я к интернету как-то неблагорасположен. Скажу так, что я с детства близоруки, меня даже обзывали слепошарой, что плохо видел. Глаза бы, я вас совсем не видел, был слепой. Два месяца где-то, я вообще не видел. Поэтому я далеко не смотрю, я всегда близко смотрю. Я смотрю интернет недалеко, не во всем, не в мировом масштабе, а относительно наших общин. Что больше было от интернета? Пользы или вреда нам принесло? Я считаю, что вреда больше. А интернета для наших общин. Я не говорю, там, да, там сайта может, где-то люди каются, и что-то. Я беру в этом близкое. Что смотрю, что вижу только близкое. То вижу, что от него вреда больше. Сколько душ наши потеряли. Так это, которые уже потерялись, а сколько сегодня, мне это больше известно, чем кому-либо. Кто сколько через интернет получает яду, отравляется. Да, хорошее, хорошее ищут, но, как правило, обязательно куда-то там завернется, и прилип там, смотрится уже. Поэтому то, что было в интернете, я к этому отношусь так. Когда мне будет, это придет. Оно должно быть, прийти не через интернет, а у меня сегодня там благочинный местный, с Романовым. Отец, я говорю, я не знаю, как вы не знаете, а у нас напечатали в журнале Духфину. Журнал ваш вы печатаете, я не знаю, вы что там можете напечатать. Может, там обращение, говорю, папа есть ко мне, римского. Ну, я не знаю. ко мне не было. Не знаю, я говорю, я ничего не знаю, я вот от тебя первый раз слышу. Вот и все. Но, возможно, что по стилю сложения, я только так, что по стилю сложения обращение похоже, что это мог написать митрополит. Но ни подписи, ничего нет. Даже он обычно ко мне присылает простое поздравление, простое. Обязательно внизу, так, крестик и роспись. Илариона. Распись. А это нету, ничего нету. Ну, может быть, им так прислал, что без подписи, или что там, не знаю. Да, как о чем написать-то? Обращение обращается ко мне, чтобы я, значит, с Максимом, с местным, и пископом, и подсоединение, потому что это было принято где-то на архиерейском соборе, на соборе всезарубежном. Этот вопрос даже не поднимался, не было. Там шло только о каноническом общении с Московской Патриархией. А остальное уже все. Это было, как говорится, принято где-то там, архиерейские соборы, там или синоды как-то, все остальное. Как с теми приходами, которые оказались в зарубежной церкви в России, что делать с ними? Значит, дали пять лет, чтобы за пять лет все приходы вошли в епархию, где есть. За эти епархии они должны были войти в приходы. Но, скажу, что из всех приходов, которые были зарубежные, вошли, которые в московскую патриархию, ну, вот которых я знаю здесь близко, это один, два, три. Три прихода. Только. Всего. А остальные приходы, которые были, остальные все, говорится, рассеялись. Кто к метрополиту, а к Агафангелу, вот сейчас он как первый иерарх, считается, зарубежной церкви. Кто к Тихону, Омскому, ушли. Вот так вот. А чтобы вошли в московскую патриархию, я говорю, это единицы только, которые вошли под это. Вот три-четыре прихода, ну, так, чтобы не ошибся, может быть, и всех приходов, что были в России, не больше десяти, скажу так, не больше, и всех. Я как-то нашел фотографию, где мы в Ишиме, это лет десять назад, наверное, после прихального собрания. Нас сидит там только здесь, который мы вот, начиная от Свердловска и до Новосибирска. Нас сидит где-то 15 священнослужителей было, 15 священников было на прихальном собрании. Ну вот. Ну и под конец осталось, уже вот в прошлом году мы были, мы только были уже трое. Те, которые первые входили, подали прошение, остались последние. Я был отец Михаил Курочкин, отец Николай Омский, Луки. Ну, Луки там ушел в Московскую патриархию, отец Михаил тоже уже подал прошение, он там и служит. Вот и все. Остались только мы одни. Я один. Вернее, есть священнослужители, которые не вошли, я один остался. Вот. Ну и две общины, которые, значит, наши. Все. это обращение, он обращается, просит, значит, чтобы мы проявили благоразумие и подали прошение к Максиму, чтобы Максим принял нас под свой аммофор. Вот и все. А остальные, какие комментарии, давайте, что будет, а что будет дальше, дальше не знаем, что будет. Батюшка? Да. Это он, получается, он от нас отказывается? Ну, это ты сказала, я не говорю о том. Почему это? Ну, раз он говорит, перейдите, он, значит, как-то... Иларион, да. Это, я думаю, Максим, артист. Или Максим, ты имеешь в виду? Он принятый, который есть, если там где-то на Асимирейском соборе или что-то постановление принято, он обязан этому подчиняться. Ему было, принято, принято все, а они... подчиняться должен все. Отказывается, не отказывается, от нас он не отказывается. Он любит нас, знаю, и молится о нас. Это я в этом уверен и знаю. Он просто ничего не может сейчас сделать. У него нет на это власти. Даже чтобы оставить нас у себя, у него нет власти. Поэтому он находится в таком положении, в худшем даже, чем мы. Мы более свободны, чем он. Поэтому как я говорю? Отказывается. Если отказывается, он бы так и сказал, все, вы теперь не мои, и все, он этого не говорит. С Рождеством, приветствие с Рождеством, такое теплое, братское, скажем, даже такое, приветствие рождественское, с пожеланиями пришел, получил я. И сейчас это обращение в такой форме, можете прочитать, если оно у кого-то, если отпечатали, то можно есть. Такое очень хорошее, очень ласковое и так мирно просит нас, просит, чтобы мы проявили благоразумие. Вот и все. Еще что есть? Ничего себе. Снег тает? Снег. Снег тает помаленьку, сильно было наводнение, пошло, уже там чуть не затопило, там все деревни спасали, Люба, с поля сильно пошла вода. Тает как-то необычно, видите, так это, потом обратно, и вода скопилась, много воды, а потом внезапно она пошла с поля. И целым, значит, морем там, у Стиновых и Володя, а снегу еще много, возле дома, снегу везде, у меня еще там под два метра, у Стиновых там, посмотрите, там прокопали, там выше роста человеческого еще снега, возле дома, поэтому снегу еще много. На полях снег, снегу еще много. Я шел на лыжах, вышел ночью, потому что больше ни на чем нельзя. Где-то до половины поля, как железная дорога прямо напротив потеряет, я дошел на лыжах, вот, там потом снегу поменьше стало, я уже пешком так пошел, и до железной дороги, потом по железной дороге уже дошел, и пешком тогда дальше пошел. Снегу много, воды много больше. Да прям по полю ровное поле идет вода. Ровное поле, и с полем вода, но оно все равно, уклон какой-то есть, ровно, это как оно ровно? Уклон есть все равно, какой-то уклон, много не надо, там два градуса уклон, и вода уже будет, вода найдет себе выход. Почему и написано, всегда говорят, не давай, говорит, жене власти, а воде выхода. Не давай воде выхода, а жене власти. Да, Только чуть-чуть, где-то норка, и она размывает, размывает, и все размоет, плотину размоет, и все, унесет, всю плотину размоет. Вот так вот. Так вам немножко власти дашь, как она потихоньку-потихоньку, потом что? Будра жена говорит, устроит свой дом, а неразумно своими руками разрушит все. Вот так. Дом устрояет жена. Как устроит, так и будет. И разрушить она может и достроит. Слушаю вас. Мне еще так непонятно. А я за кого молиться, за какого епископа должна? За Максима? За всех. Молись за всех. А теперь Иларион наш. И за Евтихия молись, и за Максима всегда молись. Я всегда за каждой службе поминаю. И Патриарха, и Максима. За всех. А как? А кто наш, епископ? Так, ты сегодня у нас уже-то была? Ты спала или все-таки немножко? Нет? Ну ты слышала, кого батюшка поминал? Илариона. Ну вот и все. Пока так. Пока никаких указов не нет. Пока поминаем. Пока он нам считается правящим. Пока нас никуда. Он нас еще пока не огнал. Только обращайся, чтобы мы... Все. А когда скажут... Что же молиться? А я молюсь. Ну это... Как ты молиться? Ох, это ты согрешила, наверное, много. Да я не... За Евтихия, говорит, я молюсь, наверное, согрешила. Вот это да. Христа. Это кто тебя... А? Нет, я у вас спрашиваю. Я не понимаю. Люду задают вопрос. Ну а почему тебе за Него нельзя молиться? Мы мало от Него получили благо. Очень много. Ну, Господь говорит, врагам и то проявляйте милость врагам. А ты... Наши благодетели... Отец духовный был сколько лет мы... И ты... А надо идёт за Него молиться. Вот тебе здорово. Конечно. Батюшка, ещё спрашивают сёстры, вот соборование будет или нет? Нет, не будет. Не будет. Не будет. В этом было уже не будет. Вы здороваете по Ивану? Нет, все вы ходите пока, ходите пока. Ладно. Доживёте до следующего поста? Тогда мы соберёмся. Я приглашу священник, чтобы не один был, а несколько тогда. Вы все уже соборовались. Не один раз даже вас соборовал с епископом. Вот. И все соборовались. Да. Вы спросите, во многих храмах, кто епископ, чтобы соборовал? Прихожан. Никто. Нет этого. Нет. Вас епископ несколько раз соборовал. Вы ещё храните ту благодать, которая на вас есть. Вот. Поэтому все здоровы. Смотри, кто у нас? У нас больных-то и нет. Все здоровы. Ну всё тогда, что занимайтесь дальше. Я вам всё объявил. Тогда. На последних наших событиях расскажу. А потом у нас приехал этот член нашей церкви. Вот брат Михаил Кальмаев. У него очень интересные данные. А это я вам покажу, что было. Это вот конверт такой пришёл. Так, минутку показать его. Можно даже смотреть. Это спецкурьер из Берлина прибыл. Там отправили из консульства. И мы уже получили через три дня. Здесь только звонок. Я вышел, расписался и получено всё. И главное, я ходатайствовал. И оказалось, получили двое наши. Крущина и Савченко. А у меня ничего нет. А почему я описываю? Потому что там за это нужно смотреть. Ну, сколько доход у человека. Ну, у меня племянница там. Дочка моей родной сестры. И они меня одного взяли. Больше они не могут. Но они вышли, получили документы. Это точно такое же, видимо. Заложили в простой конверт, отправили. А сейчас показывают по телевидению. В Москве там уже некуда грузить. Какая-то задержка с посылками. Там всё, говорит, под палатками держат. И будто бы уже отказ получать, пока это не разгрузят. И где моё застряло-то? Я им пишу, они уговаривали. Дядя Игнатина, не беспокойся. Ещё только две недели прошло. Две недели прошло. Две недели. Так что, вы знаете, для чего говорю? Помолитесь. На нас, на всех трёх и других государств ещё должны прийти приглашения. Мы стараемся обезопасить себя. Ну и тоже застряло. Нерешённый вопрос был с фейсбуком. С этим. С доктором богословских наук, Соколовым, Арсением. Из Португалии, что он пригласил. Всё у меня открыто, не могу никак связаться. Ну посмотрите. Я даже уже не расположен к этому фейсбуку. Один день прошёл, заблокировали. И кое-нибудь я не мог, второй пришёлся открывать. Не уйдите, Алексей, побудьте здесь. Вы сами знаете, насколько мы немощны. События, которые были на этой неделе, мы хотим сказать. Освещение не одинаковое. И говорят, нужны специально вот так вот сидеть. Ну допустим, вот красная сумочка здесь. То вот здесь, под углом 45 градусов или меньше, софиты. То есть специальные фонари, направленные прямо на человека. И поэтому тень со всех сторон, она размывается и нету тени-то. Ну то, что с одной лампочки. И Володя купил. Сами сделали тренор, Володя сделал треножник. И сейчас мы с ними, ну, наверное, очень близко, рядом. Ну, мы такие, как варёные. Он накаляется ужасно. У нас много красноты на лице, но мы не пьяницы. Я заранее говорю. Это софиты, слишком близко, а комната. Потому что, когда говорить, мне надо на экране показать, что я говорю. Я заранее вывожу. По первому тому Игорь Добунов приезжает каждый день. Заранее вопросы задаёт. И я теперь стараюсь расширить. Чтобы вам это понятно было. Так. Тепло стало. С завтрашнего дня начинаем готовить контейнер. Кто придёт мне с книгами разобраться? Подписывать. Сергей, ещё нужен хотя бы один человек. Кто может прийти завтра? Добровольцы. Ну, мы назначали, а потом я позвонил. В понедельник не надо. Ну, холодно. А сейчас-то тут. Вчера дверь открыта для того, чтобы здесь было теплее. Ну, одного хотя бы. Значит, все заняты. Я свободен, как Сергей Радонский говорил. Больше некому. Значит, буду я с ним работать. Оставить все разговоры. Всё, что было. Дальше. Я говорил, что откладывайте кто сколько может. Видите, сначала положили, уже 2 гривны в кармане лежат. Чистый доход. Нам требуется, я сейчас по счетам, ну, в пределах 10-12 тысяч евро. Проехать, чтобы, где мы намещаем, если мы поедем туда. И не считая, что нам здесь по стране ещё надо будет. Ну, в прошлом году мы на дорогу потратили 220 тысяч. Знаешь, куда идём туда, это я уже поглядел. Так это 500, примерно 50 тысяч уйдёт только на заграницу. Поэтому, Людмила Степановна, я говорил, вы сегодня подойдите, скажите, кто сколько отложил, чтобы вы могли знать, что у нас. А уже числа 15 мая, если взять, тогда уже разменяем, готовьте. Много пожертвы, это не десяти, но ничего, это добровольное пожертвование. Делие благовестия. Ты больная, но ты можешь с нами присутствовать. Напоивший холодной водой, говорит, награды свои не потеряет. У кого есть сомнения, что мы деньгами дурно воспользуемся и сратим на себя, говорится, проедим, проездим, зря, что проблудим, то не давайте, не надо, нам такие деньги не нужны. Доброход, надающего Бог любит. Нам нужны любящие сердца. Если ты богат, и ты не дашь, поверь, Бог даст без тебя. Не для этого ли ты сделаешь царицей, чтобы в этот момент воспользоваться, и спири сказал Мартахей. А в этот день, говорит, что промолчишь, не выйдешь? Даша, что почитать еще есть? Мы должны себя сами настраивать на это экстремальное положение. Я сегодня показал брату Михаилу, что в интернете делается против меня епархия. Это ужас. Даже и вообразить нельзя. Они берут 19-й том, чтобы был у нас с судником, тут все это, посмотрел, посмотрел, а я все взял и напечатал. Он не ожидал этого. А они оттуда берут, и сзади дописывают свое и наши ролики. Кто, Игнатий Лапко, это агент КГБ. Вы не знали еще этого? Агент КГБ, я. Значит, нужно уведомить каким-то образом КГБ, чтобы все-таки зарплату выдавали мне. Кто имеет эту возможность? И чтобы для КГБ не было это потом позором, скажут, какую ищушку-то мы приняли-то. Я, к слову сказать, у меня с КГБ всегда были хорошие отношения, они меня сажали, по их ведомству я не раз проходил, но жалоб на них нету. И который, главное, курировал. Вот он сюда приехал, вот сюда вот, и купил мне книги. Вот так. Юрий Михайлович Никулин. Я скажу, это один из редких интеллигентов, которых я знал в жизни, как у нас был этот кинорежиссер Малашин. Не удивляйте, что я так отзываюсь о них. Я говорю то, что есть. Дальше. Я уж не говорю там слова ругательные, они непроизносимые, что... Это епархия гонит. Силой бесовской Вильзевула я это все делаю. И невеликое дело, говорит, если хозяина так назвали. Значит, какими-то чарами, гипнозом обладаю, специально учился на курсах эстросенсов, счет только могут. Даже... Я хоть узнал сам, кто я такой. И я подумал тогда, знаете, Христос на это ответил. Если я изгоняю силой бесовской Вильзевула, то ваши дети... Чьей силой изгоняют? Христос даже сказал. То есть, ну ладно, я такой, наградил своей этой энергетикой, силой вот этих... Но дети-то ваши теперь ходят и стреляют по Израилю. Вы их признаете? Так что хвалитесь? А у меня сын-то, во! Какой теперь излечивает-то? Я им называю этим, потому что наши записи далекие идут. Отца Геннадия Фаста называю, бывший Генрих, немец, менонит, бывший преподаватель Томского университета, физик-математик, обращается в моем доме, и он везде об этом пишет, считая меня духовным отцом. Заложите в нижний, потом дальше туда. Так они, эти дети, дети мои, а они какой силой там трудятся? Другие говорят, еще говорите, сектант, еретик, а через него приходят из секты, делаются православными батюшками. А то ныне магистр богословия, московской патриархии, город Абакан, пониже Минусинска немного. Пожалуйста, делайте что-то с ним, чтобы он мыслил по-другому. Он не будет, а то лучшие священники. Ну и кого они признают? Дети ваши. Вот убитый кришнаит был, кришнаитом Яковлев, Геннадий Михайлович, ставший еромонахом Григорием, голову которым отрезали. Там соболезновать патриарх Алексей Второй, присылал все, там такие о нем пишут, что готовы к канонизации. Да, он ничего не имел, он очень ревностный был в этом деле. Это чьи дети? В моем доме он нашел двоюродный племянник Суслова, главный идеолог Советского Союза. Почему не через вас? Силой князя Бесовского Вильзеула это все. И вдруг, сейчас я считаю в интернете, на прошлой неделе, ну может чуть пораньше, умерла у них тут монастыря, называют какой-то, монахиня Ксения Шишкина. А кто она такая? Я могу сказать, кто. Если Слова Божьего, если Слова Божьего нету, там про нее написано. А она одна из тех 32, которые одновременно пришли в православие с ИПХ, в моем доме. А дети ваши еще силой? Да-ка там собралась с мященником, целый сон хоронили. Там соболезнования, там от кого-то никак нету. Она была Раиса Шишкина. Потом сделалась игуменьей Варвары. Десять лет, наверное, там, ну, и она сидит во всем с хи облачений, то другое. Ну, где бы она не была, но она в моем доме пришла, ее бы никогда не было, она была беспаспортная. А какой силой дети ваши исцелят? Это я просто называю так, говорится, на вскидку. Не считая больше. Не считая тех, которые евреи пришли, сотрудники КГБ, и сводятся в Московской Патриархии, вам это как? А ведь за все придется когда-то отвечать. Но мне это благо. Дело в том, что защиты не надо. На апостолов говорили, эти всесветные возмутители пришли сюда. Всесветные возмутители! Они говорили, они ничего не говорят правду, а все лгут. Я принимаю это все к себе. Но от кого это исходит? Я молил трижды, говорю, чтобы удалил от меня этого ангела сатаны. Три раза помолился, ответа нет. Для Павла было это необычно. Он снова углубляется в посте и молитве. Наконец ответ нет. Как было, так и будет. И третий раз. И тогда Бог заговорил, тебе мало, что я тебе дал. Довольно для тебя благодати моей. Чтобы сила моя в немощи совершалась. Я из Священного Писания привожу вам. А кто такие ангел сатаны? Гонители, поносители, хулители. Это ангел сатаны. Ангел сатаны. Вот на эту неделю меня задолбала буквально Галя Глушкова. Там такие мерзости. А я только молюсь, Господи, пощади и помилуй. Какая-то нашлась такая-то, может быть, какой-то бомж с кем-то, с Белорусси, и она все это на меня скидывает. Ну, я ответа никакого не даю, только благодарю Бога. Господи, как ты меня держишь? Почему? Баланс должен быть. Слишком много. Залезали, захвалили, и весы поднялись вот так вот, кверху. А теперь, Господь выравнивает на другую сторону, плюс-минус, дисбаланс наступил. И то, что это делается, хулят. Ну, представьте, там пишут такие статьи «Великое путешествие», Игнатия Лапкина там был, вот благодаря таким, как Лапкин подмывались устои тоталитарного советского режима. То есть, меня вознесли там с сахаром рядом, и не знаю с кем. А вот теперь выравнивается все это. Это милость Божия. Ну, нельзя, нельзя так вот столько похвально. Я скажу, допустим, в статье, если там полторы тысячи, то из них, хульных-то всего две. Все еще дисбаланс. Так что перед ней я должен что-то ждать еще. Может быть, кинжал чеченский. Но убог, но это моя бывшая мечта, убереть за Христа. Я всего лишь исповедник, не мученик. Ну, и тогда будут мазутные, говорится, бочки туда катить. И это тоже во благо. Значит, чтобы Господь сохранил мое сердце в правильном понимании того, что со мной происходит. Поблагодарить. Я понимаю, люди, которые, вот она поносит, меня там говорят, я ее смотрю, как она через ограду перелезла за закон, бредет где-то во тьме, падает терновник. Мне до слез жалко ее. Разрушена семья. Ищет выхода уже не гражданский брак, только, а чтобы церковный был расторгнут. И теперь, я попрошу помолиться крепко. Она такая огородница, такая она хорошая, я знаю. Куда бы ни поехали, на арбузами наградить нас. Но враг посмеялся. Но в этот момент попала она под удар, а не я. Вот у Симеона Еродио он взял, встал около церкви, люди с храма идут, он набрал камня, выкидывает, люди говорят, сдурел совсем этот Еродио. Это разворачивается, и другой стороной идут. Кто пойдет, он булыжником у него все разворачивается, не ходите там, кто дурной-то совсем. А никто не знает, что он. А он не видит, рядом бежит собака. Собака только пробежала, взвызднула, закрутилась, и пошла. Что? Тут он видит демона, он людей не допускает. А собака-то не видит она, и он сразу в нее бес и вошел. Ты можешь не верить, но это жития святых из Дмитрия Ростовского. И поэтому вот это, что нам камнями там в лоб ударит где-то, ты благодари Бога, от чего-то Бог спас. Благодаря этому. Благодаря этой аварии, ты упала там, руку, ногу сломала. Ты не знаешь, куда бы пошла на следующий день-то. Почему карман-то проходился, почему денежки-то вывалились? Да Бог-то наш разве не знает. А Бог? А Бог где? И ты должен во всем этот видеть, не просто руку, а благодеющую десницу владыки своего. Ах, как благ Господь, как он любит создание свое. А если бы не так, куда бы я забрел? Мы знаем Давида, который бегал, прятался, и Господь выстил из него не один пятидесятый псалом, а сто пятьдесят. Они все наполнены скорбью и восхвалением Бога. А если была у него такая характеристика, как у Соломона, Соломон притчи излагал, сидел, а не одного псалма составить не мог. Да почему? Потому что такого царя не было, о нем слава шла везде. Он нигде не прятался у чужого царя. Он ночью в окно не выпрыгивал, его не спускала жена там по веревке. И ничего не написал. Почему? А стал поклоняться идолам. Да если бы при отце было, бы отец ему навел, говорится, Сталинград. Все, и за жен запутался. Отца тоже дьявол подбивал, но покаяние-то каково было. 50-е это псалом, благодаря Версавии. Если бы красотка-то не вышла купаться, так, когда задумаешь, 50-е псалма бы не было, а я его каждый утро, день и вечер считаю. У Бога все это вымерено где? Конечно, плохо, что там грех, но результат-то каков. Никто бы не знал о любви Божьей, если не было грехопадения человека. Я уже дальше иду. И теперь мы знаем, Бог есть любовь. Едва ли кто согласится жизнь отдать, говорит, ну разве за праведник? А он доказывает свою любовь тем, что умер за нас, когда мы были грешниками. И это он послужил грех. Адамов. Так что Адама не ругайте. Благодаря Адамову грехопадению мы узнали, сколь велик Бог, как благ он, как долготерпелив. Нужно научиться славить за все. А не поносить они. А вот у него там детей нету. У меня детей нету. Они ничего не понимают, эти люди, которые нападают. Ну давайте, у апостола Павла каких детей не было? Он говорит, с Адамовой, Тимофеев. И дальше. День и ночь, молюсь они. У вас дети есть. Да вы сидящие здесь, посмотрите, где ваши дети. Если вы верующие, вы будете видеть, что они в таком состоянии нераскаянном умрут и будут в аду. Каково вам-то? Да блаженность, лево не родившиеся, сын и питавшие. Не слышали? В Новом Завете все рассматривается по-другому. Иоанна Златоуста, Василия Великого, Григория Богослова, у Иоанна Кронштадтского ни у кого не было детей. Это что, позор какой? От Бога зависит. Одно дело, когда попорщено было своими руками. Бывает такое. Были в миру, сделали аборт, а теперь заклинило, нет ничего. Но ты благодари Бога из-за этого. Еще неизвестно, что бы было. Если бы дети, глядя на нестогласие родителей, верующие могли, выли бы стать или нет. Нужно во всем абсолютно видеть ценность самую. Вот на неделе было такое. Я уже давно живу здесь около Аби, прям рядом, и ни разу не видел, как трогается лед. Вот сам этот момент. А сейчас выставили наблюдательные камеры, только включил, зарядите, ну, Алтопресс, Барнаул, Решай вокзал. И ты все время там ходят люди, машины, и лед, все видать. Другое, там, где подмост Павловский, там, где-то центр какой-то, много-много таких. Нажимаю, я могу в Бийске, где угодно быть. Мы смотрели, и у меня есть, кто меня возит туда, Капустин Митя. Мы договорились, и какие-то там у него встречи, отодвинулся маленько, еще дальше, а я сижу, и прямо охота пойти. И приехал Игорь Добунов, я говорю, завтра назначено, нет, давайте поедем сегодня. И он согласился, и мы поехали, Болодя снимать. Интересный момент какой. Ну, идем, лед стоит, видно, что треснутый, а я говорю, как перейти на ту сторону, вполне можно. А я говорю, не советую, какая толщина, рассуждаем, идем. Только начали на мост подниматься, подходит мужчина, там все это есть в интернете, выставлено. Лед, Барнаул, тронулся, в первых строчках в интернете у нас, на нашем форуме. Руку протягивает, а кто вы такой? Олег Богданов, Алтопресс, свободный курс, газета. Володя отступает на него, вот так вот, я маленечко к стенке, и на оп. И когда Володя вот так стал наставлять, и снимает, и в это время лед треснул, и начал расходиться. Мы захватили самый момент, я не знаю, кому удастся это еще так сделать. Ну, ты можешь день и ночь снимать и ничего не будет. Но именно в нужном месте, где он начался в этом, и треснул. Треснул, и дальше полыня начала разводиться, оттуда уже напирает, и дальше, а Володя все снимает, и снимает, и пошло. Мы здесь сняли, на каждом повороте на лестницу, и, наконец, сверху. Ну, ветрище был такое, наши города, вот так вот. Главное, что мы увидели, и теперь вы это можете увидеть. Я сразу вспомнил, 1953 год, тогда был фильм, «Щухрая, кажется, чистое небо». Может, кто-то смотрел, как он был в плену, а на пленных, как Сталина смотрел, враги народа. А его там девчонка какая-то полюбила, вот он в это время в Крайковом парке вызывает, он знает, что с работы выгоняют, нигде, он не работает, летчик попал в плен. И он оттуда выходит, и вот так, она ждет его, она любит, ну, намного моложе на его, и вдруг он руку вот так вот разжимает, и на весь экран звезда героя Советского Союза. Даже не, вот я говорю сейчас, и слезы закипают. И сразу показывает, лед, крушение, 1953 год, и все пошло. А над ним даже маленькие пацаны изъявались, но воевал. А что ты имеешь? Дальше следствия тебе никогда не подняться. Он поднимется, он герой страны. Перед ним все двери открыты, и он сидеть не будет, он будет работать в любой обстановке. Я говорю на сегодняшний день, что у нас здесь было. Главное, что у нас сейчас и гости будут еще наступать. Батюшки-то нет, уехал. Нет, нет. Батюшка. В детскую зашел. А, ну ладно. Ему надо сказать про Шадринск. Мы там молились, там знакомый батюшка, отец Владимир Карелин. Хороший, хороший. Я никогда не забуду, как у нас было. Мы у него в храме молились, подняв руки, его не было. Но они подцепили это, и сейчас, видимо, ему не сладко. Он хотел в этом году, чтобы я приехал, у него проводил там занятия. Я говорю, я не поеду, я попрошу, чтобы брат Игорь поехал. Ну, я говорю, вы выдержите или нет, чтобы мы приехали, ваши прихожане. Все будет сделано как надо. Ему надо оживить народ, поднять. Он искренний такой. Это единственное священие, которое книги у нас забрал, покупал, покупал. И все вопросы, которые есть, выписал, там вопросов 700 тысяч, и все выставил. А люди, приходящие в храм, там, при творе, смотрят так, какой-то он, батюшка, мне такую книгу, у нас тут прилавка, такую книгу, садите, считайте. Вот как можно обходиться. Его Владимир звать, помолитесь. Я уже как бы чувствую, что они просто так не оставят. Они не из того рода, чтобы оставлять. Они будут давить и преследовать. Хороший батюшка. Мы молились с ним. Он, помню, ко мне на кровати сидит, здесь впереди сидит, тогда был еще он, Яра Монаховна, Панаил, печатает. Я хожу сзади, на вопрос отвечаю, меня трогать нельзя, я весь там в вопросе. А кучей вывалено, 3000 вопросов на кровати. Он залез с ногами, и что-то перебирает. Я говорю, вы что выбираете? Вопросы, которые мне хотелось, чтобы при мне ответили. Я заранее думаю, как бы я ответил. То есть он берет вопрос и думает, а если бы ему задали, а не мне в университетах. Я отвечаю после каждого вопроса, то, что я говорю, он принял, вот так, совсем неправильно бы я ответил. Он простой, как ребенок. Он был в зарубежной церкви, с батюшкой он прижал. Опять второй вопрос. Я говорю, наконец вопрос закончен, напечатан. Если бы не нападалил, я бы ничего не успел сделать, но десятью пальцами по-русски, по-английски печатал. Бог дает это дело. Опять, опять я неправильно ответил. Я знаю, что эти книги ждут своего часа. Ждут своего часа. Так, я немножко оставлю здесь. Вы знаете, кто это? Город Тимиртау. Брат приезжает сюда, принял крещение. Он нашел нас, через наши пленки бывшие слушал, а потом позвонил, я отказался с ним разговаривать даже, а потом он еще раз позвонил и настойчивости своей добился, что потеряю, разрешили приехать в эту тоталитарную секту. Он все своими глазами увидел, нынче приезжала мама, его приняла крещение. Так было? Так, так. Ну не нынче, то есть в 12-м году. Итак, немножко расскажи об обстановке там. Относительно книг, меня это интересует, по библиотекам, решил звонить и узнавать участок наших книг в Кемеровской области. Вы знаете Нину Ивановну, я приезжал в 11-м году. Погромче так. В 11-м году приезжали с ней, покрестились у вас тут. Ну в общем, в прошлом году Игнать Тихонович проехал по Кемеровской области и оставил в наших библиотеках книги. Ну прошло уже, еще года не прошло, конечно, но мы решили позвонить, узнать, как там дела обстоят в библиотеках-то. Она позвонила в Осиннике библиотеку, ей сказали, что эти книги забрали в церковь, пришли, сказали, что они религиозного содержания и в светской библиотеке они не нужны, потому что ну религиозные, поэтому отдайте их нам и они у нас будут как бы на месте. А библиотекари-то, они же ну не верующие, в общем люди-то, они это верят священникам, батюшкам, они просто отдали и говорят, не не говорят, ну все, говорит, идите в церковь, там возьмете книги, будете читать. В Колтан позвонил, в Колтане там замялись и сказали перезвонить. Потом я перед поездкой сюда стал звонить в наш районный центр, город Таштаго, это Горная Шория. Позвонил туда и вот слышу, мне говорят, какой-то испуг у них уже женщины там. Она начинает спрашивать, переспрашивать, кто, кто, Лапкин, Лапкин, кто он такой. Потом тут же дает трубку, говорит, я сейчас директору передам. Я думаю, ну при чем здесь директор? Я же как читатель звоню, просто узнать. Ну, директор слышу, говорит ей, не бойся, не бойся, у нас есть бумага, я же тебе дала, вот по этой бумаге ты должна отвечать. Ну, сама взяла трубку, отвечает, кто вы такое, чего вам надо это, и кто такой Лапкин. Я говорю, мне надо книги. У вас в прошлом году привозили книги. А вы что, хотите книжку почитать, взять? Я говорю, хочу книжку взять, почитать. В общем, она говорит, нам церковь запретила. Церковь запретила. Кто от церкви вам запретил? Скажите. Она не знает, кто запретил. Ну, знает, по всей видимости, просто это, замялость. Ну, вот мы ездили в Кемерово, и там были занятия для людей, которые принимают книги. Там специальные люди, там отдел целый есть. И нам объяснили, что эти книги не подлежат, не рекомендуется их выдавать читателям, потому что они экстремистского толка. Я говорю, насколько я знаю, это неправда. Но, тем не менее, она мне говорит, мы проверим это все. А я спрашиваю, а где экстремистскую литературу-то узнать? Ну, как бы ее проверить-то? Что, знает она или не знает? Она говорит, она все знает, где этот список находится, экстремистской литературы. Приходите к нам в библиотеку, посмотрите, и узнаете. Я говорю, ну вот, в Ленинской библиотеке есть, в парламентской есть тысячах библиотек по всей стране книги развезены, а у вас они считаются экстремистскими. Как так? Призывающие к насилию. К насилию призывающие. Ну, в общем, она, я сейчас узнаю, пойду, пошла узнавать. И трубку положила. Я полчаса не мог дозвониться после этого, потом она уже взяла, уже успокоенная. Дала мне телефон кемеровского этого отдела по приему книг там начальник, они как руководит. Я ей позвонил, Зоя Петровна Разумова. Та не стала ничего спорить, она сказала, что нам, это книги не экстремистские, она сразу сказала, не сектантские, нам пришло письмо от митрополита Аристарха. Это наша управляющая кемеровской епархии. С рекомендацией, чтобы эти книги не выдавать людям, потому что они идут в разрез с церковью, в разрез с тем, чему лучше церковь. Ну и все. А у них это, у митрополита Аристарха и Амана Гумирова Четулеева очень хорошее отношение. И они тут же под козырек взяли и все, положили в книгохранилище и никому не выдают. Вот и все. И мне еще порекомендовали, говорит, вы их заберите, потому что они у нас в фонд не оформлены, а если они в фонд не оформлены, то они лежат, лежат, а потом мы их, говорит, как макулатуру, и все. То есть тут получается, что они, я эти разговоры записал, два, с Таштаголом, ну вот тут явно, что церковь явно входит в дела, которые ей не принадлежат, в которых она не должна и влазить даже. То есть она влазит в светское государство, в управление государством, по сути дела. Ну это антиконституции, антиконституции, против конституции. Вот. Ну и все. И у нас это, а у нас в прошлом году начались, как бы сказать, после, а, еще скажу вот что. Вот я лично, там, и Ленина Ивановна, их не интересует совершенно. Их интересуют конкретно вот эти книги, которые были привезены. Вся шумиха поднялась после того, как проехал Игнат Тихонович, с книгами раздал. То есть, если бы мы просто, вот два человека, ну нас бы никто не заметил бы, и никто бы это на вас внимание не обратил бы. И, ну, живете вы там, живете там, это и все это. Как бы сказать, много вы не сделаете. А вот, когда книги были развезены, это тот и страх пошел по церкви. В лице священноначаля и многих таких людей, называемых мирянами, которые, ну, активные такие, вот у нас в Тимире женщина одна, две женщины, которые буквально вырывали книги у людей, чтобы не читали они. Ходили на дом, разговаривали, чтобы не брали в книги в библиотеках. То есть, книги, основной удар делается именно на книге. Это мое мнение, и я это убедился на деле. потому что сразу, ну, тут что доказывать? Тут доказывать нечего. Молчание, чтобы никто ничего не говорил. Самое главное, это, чтобы молчали, не говорили и сидели тихо. Все. Не о том, что, в чем, в общем, книги и книги. Но мы, когда с Ниной Ивановной, когда о нас распространили эти слухи, что мы как бы сектанты, что мы куда-то попали, там, все прочее. Ну, как я буду гоняться за этими людьми, доказывать им, что я не сектант? Я буду ловить эту Любу Калугину, говорить, Люба, да что ты это, не сектанты? Или там еще кому-то священник Максим, допустим, в Осинниках объявил, что сектанты. Ну, и так далее. В ипархии объявили. Все. Это как бы это, под козырек, и все, пошли это. Ну, я не стал доказывать. Ну, и Господь так повернул, что меня пригласили, сам настоятель нашей церкви пригласил работать истопняком. Ну, печку топить в церкви. Некому оказалось. А тут меня порекомендовали. Ну, он с опаской, конечно, это все делал, но пригласил. Что моя задача какая была? Мне моя задача, чтобы я был неукоризненный. Чтобы и Нина неукоризненная была, и я. чтобы мы не дали повода им через нас думать о Игнатии Тихоновиче, что он сектант, а наоборот, чтобы они поняли, что мы православные. И мы старались и стараемся до сих пор. В общем, я три месяца, считай, проработал там. Ну, надеюсь, что я не дал повода никакого. И я, это доказательство такое, что меня и сейчас приглашают, мне звонят и говорят, что надо выйти, еще поработать. Вот. А повод можно легко дать им. Это, в общем, как по грани ходишь, вот по такой вот, там нельзя лишнего слова сказать. То есть, скажешь, Библия, тебя перекрестят, скажут, ты что, сектант? Ну, скажешь, что Библия, Слово Божие. Меня крестили вот так вот. Подходили, я оборачиваюсь, а женщина меня вот так крестит. Я говорю, ты что меня крестишь-то? Потом я встретил. Да ты что, ты по-сектантски думаешь, как это, Слово Божие. Я говорю, Патриарх говорит Слово Божие, а ты на меня это такое говоришь. И, ну, в общем, мы ходим по грани. Не дать повода, ищущим повода. Наша задача. И мы стараемся, чтобы это было, быть неукоризненным в вере. То есть, мы ходим в церковь, исповедуем, Нина Ивановна там это, исповедуется, причащается, там приезжает и романах Георгий, они ездят и в другие церкви. Батюшка у нас еще есть, аргумент такой. Он от нас убежал, как от сектантов, в этот монастырь, и вернулся обратно. Вернулся обратно, и говорит, что я не знал, что там творится в монастыре. Там вроде монастырь, а на самом деле это как хозхозяйство какое-то. Ну и все. В общем, у нас есть аргументы, есть факты. И это не факты словесные, а на делах устроенные. То есть, мы не можем им доказать ничего словами уже. Но делом еще можем. Вот и все. Как в храме, когда стоите, говоришь, там вокруг вас? Боятся приказ? А, да. Ну, когда это пошло, вот эти слухи, отчуждение пошло. Понимаете, вот я прихожу в церковь, в воскресенье, и чувствую, что люди меня сторонятся. Вчера он, допустим, обнимал меня, говорил, брат, брат, брат. Там кланялись, там это, и все такое прочее. А тут смотрю, подходит, стороной, стороной, как-то это, я стою как чужой. Ощущение, что все люди от меня отошли, так сказать, и поняли, что я не тот. То-то я, что-то во мне есть такое, что подозревают они меня очень крепко. Ну, и что вот это вот отчуждение прошло сейчас практически. То есть, те, которые, многие, которые мне это отчудили, отошли от меня, так сказать, не стали здороваться. Смотрю, выходит, видят, что я там лопатой кидаю, снег, допустим, вокруг храма там, весь вспотел там, это все прочее. О, брат, брат, все, я братом стал, другой смотрел, а, настоятель, отец Михаил, он меня братом назвал, понимаете? Он мне подал, а, подал руку, говорит, ну ладно, брат, давай. В общем, это, а другой смотрит, говорит, а, я тоже тогда. Подходит это, брат, все. Чего, то есть, это получилось, что мы, ну, словами не опровернешь, а вот на деле можно опровернуть, то есть, быть неукоризненным. Ну, от своего не отступать, ни в коем случае. У меня в интернете выставлено, что мы вот с Игнатием Тихоновичем стоим вместе. Все знают, что я ни слова не сказал, что я, ну, как-то отступил, что-то там сказал, я наоборот, все знают и видят, что я не пошел на поводу ни у кого, я остаюсь, ну, так сказать, ну, где правда, там и я остаюсь. А я знаю, что правда на стороне Игнатия Тихоновича, потому что у него мышление евангельское. Как вот мыслил апостол Павел, по сути дела, это его и есть мышление. Оно не приемлется в церкви, вот это мышление, понимаете? Оно ушло слишком далеко куда-то в сторону. И сейчас уже можно сказать, что православие это то, Павлова, оно уже сейчас не такое. Оно традиционное, построено на обычаях, обрядах и каких-то правилах. А как у вас смерта в вашем городе с библиотекой? В нашем, да, в нашем городе библиотекой, забыл сказать, как только привезли, это без меня было, настоятель наш взял зам главы администрации, пошли в библиотеку и стали говорить, что эти книги сектантские, надо их убрать. Ну, мы там занятия проводим и библиотекарь как бы уже она не просто так ее взять-то. Она уже стала ну, нашей. Она уже поняла, что в чем суть и она сказала, нет, она не отдала эти книги, и книги лежат и людям выдают их. Вот и все. Да, это добавлю, у меня случай такой был. А много людей видят? Был один священник, знакомый, и к нам расположены. Но узнали его, что он с книгами связан сразу же в епархию и решила о полном запрете его, если только он мне даст обещание, не выходя из этой комнаты, что никогда мне ничего не будет помогать в распространении книг. И он сказал, может быть, ну, я не сужу его, ничего, но так просто это не проходит. Он дал обещание. Ну, думаю, что он дал доедал. Не тут-то было. Коготок. А дальше теперь они только узнали, что я думаю туда приехать остановиться, все прихожане уже окружают. Батюшка, да зачем вам это нужно? Вы живете нормально, мы ваши прихожане. Там из-за кого-то, они даже фамилию вязают, лапотников. И зачем вам это нужно? Там вас запретят и прочее. Так что никогда, нигде, никого, даже в уме товарищей не предавай. Если вам не нужно, тогда просто отойди. Не связывай. Я их, допустим, я даже с ним сравнить не надо. У меня ни здоровья, ничего нет. Но по-другому никогда не было. Его вот так окружают. У нас этого не было. Мы были по Кровском соборе, храм один, и все знали, что мы не согласны с ними. И нас священники прям стояли и говорили, а вот у нас, знаете, лапки, это запрещается в храме говорить. В храме не называется по мере имя. Это закон. Златоуз говорит это. Они перешагнули эти грани, священники. А вот они такие, они там призывают к полному хрещению, погружению. Это только Нептун праздник ему. То есть с сумасшествием совершенно. У меня нафиг я не вижу ее, она такая, ну, как говорится, экспансивная. Она говорит, я чуть не закричала, что врешь же ты, батюшка. Я говорю, вот только этого вам не хватало. Вот чтобы в храме во время моления и ты бы закричала ему, да ты бог с тобой, да ты в уме или нет. Это бальзам. Благодать в устах его. Даже он несправедливо упрекает. И тогда поблагодари, поцелуй его. Он от чего-то меня может предупреждать. Может, я сам не замечаю, склоняюсь туда, делаю с сектантом или идти в ком-то. Что на меня они говорят, я все это тщательно рассматриваю и дальше другим, но выставляю, чтобы другие могли просчитать. Ну, тоже кто-то где-то помолится. Вы для себя берите, это опыт. Не думаешь, отсидеться где-то. Потому что, когда придешь, у тебя вера хорошая, ты ее сохранила, ты ее завернула, ты ее не повредила, бастилась, ну, зарыла, никому не сказала. Вы знаете, что там написано дальше? А он молчал. Этот человек нигде не высказал, ни против человека, ни против настоятеля, но когда его там прищучили, прости Господи, на суде, а я знал, теперь уже он прямо на Бога поворачивается, знал, ты злой и жестокий. Что он молчит, сопит, вы знаете, там в глубоком омуте живут кто-то. Все написано живут там. Я знал, ты злой и жестокий. И знает, что жнешь, где не сеял, но он дальше не мог умышком бабьим своим подвигнуться. Собираешь, где не рассыпал. И он сразу же на этом, но ты знал, твоими словами буду судить тебя, раб твой. Свою я потребую с прибылью. Отнимите у него, отдайте у кого много есть. Впереди еще каждому из нас вот это будет испытание. Этот полигон еще не проходили. Я все обращаюсь к себе. Скажет, а ты? Я что знал, то сказал, если не знал, где-то не распространил, прости Господи, покажи мне, обличи меня. Я всю жизнь ищу учащих меня. Перстень с такой надписи был у Петра Первого и обличающих меня. Покажите. Но они ничего не могут показать. Все проще-то было. На Синод, Окаянного, на Веселесу, Автодафа, что угодно можно было сделать. Инквизиторы живые, работает еще и меч, и факел, но нет ничего. Им епископ Ифистий сказал, вам никогда Игнатия не обвинять в его неправославии. Никогда. Они к этому не прислушались. И они сейчас больше разогревают, а больше людей приходят. А мы про вас вот такое считали. А что там правды пишут? Я говорю, вы обратитесь к тому, кто спорил о Моисеевом теле. Но кто-то ему сказал, да запретит тебе Господь. Вот это я имею право сказать. Да запретит. Они не могут, я говорю, быть другими. И вчера я выставил, с ним утром записали. Вчера и называется так. Обмерщенное священство погибнет. Два ролика. Вот такое название. Я долго думал, вечером братья, я лежатся спать. Ну придумайте название этим роликом. Какое? Там КГБшная патриархия как-то внизу. А вот такое, обмерщенное. Ну я раз сотрудник КГБ, я просто пожалел КГБ, не стал трогать. Своё родное ведомство сохранил. Ну смысл-то понятен. Научись благодарить Бога за ту ступеньку, за тот выступ, где ты закрепился хотя бы одной ногой над пропастью. У других и этого нет. Я занимаюсь с детьми. Но это не то, что форпост, где они собрали там 10-90 детей, там ухаживают и показывают, как он сидит. Его сейчас этого поставили епископом. Логген-то, который у них был там над всем этим монастырем-то около Румынии где-то. И вот он показывает, ребенок родился слепо, глухонемой. Я только так прикину. Господи, ну и ты же сделал. Ну грех родителей. Ну слепой родился. Ну он слышал, спрашивали, разговаривал с ним. А это слепо, глухонемой. Он ни одного звука не слышал никогда, нигде не видел. Только очки ладошками может быть. И когда прикасается к нему, он узнает людей, злой или добрый. И вот подходит настоятель, обнимает и ласкает. Вот то кошечка рядом, то рыбку дать он. А где в воду руку опустить? Это в воде плавая. Ему никак не объяснишь. Он еще ребенок. Он научится. Его научат обязательно. Так вот в таком состоянии, слепо, глухонемой, находится практически, почти вся паства Московской Патриархии. Они не понимают и не слышат и не видят. Я выставляю, смотрите, вот зайдите на форум, вот смотрите в Ютубе, у нас видеоканал, тысячи почти роликов, там видеороликов, паставленных. Ничего не слышат и не видят. Полное мероприятие. А зачем мне это нужно? Ну мы в дом заходим, здесь вот ходили когда. И я даю газетку, говорю, вот я хожу в храм, причащаюсь с батюшкой, каждый, мне что тебе надо-то? Вам деньги нужны? Я говорю, да нет, я просто хочу, чтобы вы узнали, как это. Вот написано патриарх, я не ожидал какой. Она, да пошел ты со своим патриархом, на, и послала куда надо. Прихожан собора. Один епископ рассказывает мне, я его слушаю, стою, и он говорит, я это понял, надо благовествовать и надо все-таки катехизировать. Подходят люди, он их многих крестил, и он говорит, ну крестить-то мы будем, но надо, чтобы вас научить надо. Ну согласна. А у вас Евангелия есть? Нету. Ну надо ходить на занятия, Евангелие купить. Мужик не разговаривал, развернулся, в храме пошел, Евангелие принес, встал, стоит. Ну он говорит ему, он видит, что время-то идет, а ребенок-то не крещеный. Он говорит, так я не понял, вы крестить-то будете или нет? Ну я сказал, на занятия будете и ходить, ну и дальше будете знать, основы веры хотя бы, кто будет веровать и креститься. не понял. Поп, да ты крестить будешь или нет? Да я сказал, будем. Так сегодня ты будешь крестить? Да не буду. Да пошел ты нахер. Вот тогда, говорит, я вздрогнул и подумал, а кого же я крестил-то? Вот так. Это не кто-то говорит, а такое подобное, отец Дмитрий Смирнов. 20 лет крестил и никого нет. Что же я делал-то? А он отзывается о патриархии, ну, неблагожелательный Лапкин. А там пишет Андрей Кураев. Его вы, говорит, любили Лапкина или леяли, если бы он не такой был в вопросах. А я спрашиваю, патриархи Кирилла вы все любите? Вы почитайте, что про него пишут. Я уж не говорю, что там бачка-то, алкогольный магнат, там миллиардер, другое. Он сфотографировал там строюродные какого-то племяння старая там. Вы послушайте, что говорят дальше. И он должен терпеть это все. Я не, ну, не близкий его друг, но я этим людям пишу «Воленька, то соображайте, хоть как-то сходилось бы где-то что-то как-то». И поэтому избежать вот таких обвинений, да это и не нужно. Господь знает, когда, иди, и как. Вам это ясно? Если тебя за всю жизнь ни разу не ущипнул враг, и только хвалят, написано, задумайся, что ты говорил, если враг хвалит тебя? Если все будут говорить о вас хорошо, горе тому человеку Христос, говорит, горе. Если только в этой жизни надеетесь на Христа, то вы несчастнее всех человеков. Звучите эти слова. Примите их. Вот человек немножко что-то там, ну, немножко там, кочегаром, и обстановка уже меняется. Мы работали здесь при храме. И они нас приняли, сразу посоветовались, видимо, местные там уполномочия, говорят, примите их, они на глазах будут. Мы не успеваем за ним смотреть, он на пинцинует, туда как блоха прыгает по горам. И вот они нас приняли, и мы там снег кидаем. Но на этом-то не остановилось. Снег вот в этот год как понаперло, с оградой, ко мне друзья приходят, он заходит, семь лопат только кидает. Настоятель прошел, глянул, меня вызвал сразу. А то что за люди? Да к вашей машине ход прощищать? Я не могу. Но мы же договаривались, что вы одни будете работать. Задача-то не в снеге, не в чем-то, а блокировать меня. Я говорю, ну, мы договорились, одно условие мне поставили, чтобы внутри ограды стерковной никому о Христе не говорить. Как Иван Азар, еврейская организация для колонизаторов. Наши подписались, тут друженицы, о Христе никому не говорить. Но я и доволюю за ограды, которые интересуются. Я за ограду увожу, встаю около ограды, дальше разговариваю, чтобы меня только воротины не ударили. И дальше-то, дальше самое интересное началось. Господь это делает, Господь это показывает. И поэтому для Слова Божия нет уз. Куда бы ты ни пошел. А дальше-то я работаю, я уже теперь больше про них знаю. Я должен смотреть, чистота туалета захожу. Одежа валяет там. Я крюк делаю из туалета, туалет на наружу, такой сортир, вытаскиваю. Это нищим, которые дают, а им это не надо, они в туалет. Дальше я вылавливаю, что просворы. Просворы. Я бы этого не знал, не будет там. Теперь я вылавливаю, все, ковшичек сделал, вылавливаю, обмываю. Теперь я иду к настоятелю. А что за просвор? Да в туалете вылавливаю. Как в туалете? Ну люди-то выходят, помяни. Просворы-то берут, я заказная, помяни, помяни. У меня знакомый диакон. Прощищает виду, говорю, вижу, не верующий. Она подошла, рот разинула. Ей положили, а мне что-то в рот попало. Она думает, то ли таракан, или что. Говорит, давай плевать. Да это же тело Христово. Какое тело? Ну ты же сейчас причищалась. Какое тело? Мне сказали, дадут вина немножко выпить, и все. Она вышла, и стоит на христе, харкает. Я бумагу взял, все собрал, и к настоятелю. Вы знаете, что нужно с этим делать? То место теперь нужно выжигать, и вот это вот это. Кого же вы причищаете? Да как же это так? Да как же день так? Это благодаря тому, что я случайно оказался на этой паперти, на которой, это там, Покровский собор, центральный этот ход, который идти-то. И утром кто-то полез туда, залез, и большую кучу наворотил прямо при входе в храм. Я все убрал, а теперь тело Христово убираю. Я санизатор. Я зашел в Никольский собор. Ну, это при мне. Ну я зашел-то один раз в году. Заходит мужчина с папиросой, с папиросой. Рядом собака, зашел и покупает. В шапке стоит с папиросой, бимящейся, и рядом у нее собака. Я говорю, а что это храм, перестал быть храмом что-то? Никому нет нужды. Я тогда подошел, там кто-то, я говорю, а почему у вас так? Что так? Ну, в шапке-то. Так это же неправильно. А почему они не смотрят? Он ее вывел. Но за это время ему что-то сказали. Он мгновенно переменился на меня. А вы еще тут порядок наводите? Идите к своим баптистам, там порядок наводите? Это Никольский собор. Это храм. А могут они быть другими? Не могут. Это естество сталинско-бериевское заложено. В этом покаяния не было. Нужно отрезать эту пуповину. И заново, говорит, перепечь все. И будет по-другому. А я ничего не могу сделать. Ничего, я признаю, как есть. Я признаю благодатность, патриархов. Меня больше не требуется. Но он такой же человек, нуждающийся в поддержке. Он на суде Божьем будет отвечать за все, что делается. Я буду отвечать. Я сторож все же. Я не священник. С батюшки спросится намного больше. Поберегите его. Он должен вас довести до неба. Если по его вине, по его небрежности, по его мягкости одна душа погибнет, ему всей жизни не хватит златоузга рассчитаться. Обо мне разговорили. Сейчас ничего не буду делать. Ничего нет. Я милианин. Учтец. Голоса нет. Считать не могу. Зубы выпали. А в вопросе спасения эта ревность вставит тебе новые зубы. И будешь горло сокрушать. Вот что хотел сказать. Тут сестры, я уже к вам скажу, милощевка такая. Я попрошу вас, но не ради уже послушания. Послушания-то все равно у вас нету. И уважения ко мне нету. Ну, поберегите сами себя. Теперь к вам, Борщик. Ни одной шторки не снимайте без моего ведома. Не стирайте. Не надо этого делать. Они у нас чистые. Я только прибью их, как следует, опять сорваю. И ничего на столе тряпать. Кто книги закрывает, не трожьте. В алтаре они распоряжаются. Там каждый день можете стирать. С барбой, батюшкой. Вот здесь, где касается ни одной шторки, не трогайте, пожалуйста. Пожалейте меня. Я как по гоме трясусь, потому что каждая стирка делает их более прозрачными. Они никому уже не нужны. У меня оказия какая. Голубям налил воду, наказал. Ничего не тройте. Ну, не лезьте. Гляжу, ребятишки, щепки туда напустили. Это дети. На следующий день. Опять сменили. Иду. Красное, как в Красном море. Как скажи ты, фараон прошел. Ну, кто был здесь? Ну, куда идти? Ну, конечно, куда. Надежда Васильевна. Ты случайно не подходила. Я видела, как ты выходила поганой ночной ведро и лезла мыть туда, к голубям, где я пою. Ну, нормально это. Ну, отогнал. Оказывается. Да я вот тряпку не знал. А тряпка оказалась такая, которая сразу сделала все красно. Да зачем тебе тряпка? Один тазик стоит перед голубями. И все красно. У меня еще рядом голуби уже не летают. Ну, помолите, чтобы у меня помощников больше было. А вот не таких искусителей. Это прямо искушение для меня. Голуби такие хорошие. Ну, что же их поить-то тем, что не следует. Так, у кого вопросы? Я хотел еще. Давай. Нина Ивановна просила передать все общения. От нее поклон. Ей сделали операцию. Выздоравливает. В общем, я за нее кланяюсь вам. Спасибо. Спасибо. Ее фамилия Филонова. Там бывают свои какие-то неурядицы, чтобы все Бог устроил, как надо. Она очень добрая. Мы у нее останавливались. Это единственное место за прошлый год, куда мы дважды возвращались. Уехали далеко, и как-то путь повернулся опять к ней. Уж она там рада, не рада, не знаю, как у нее. Она обеспечила встречу. Алифтинина, там, родственники всех пригласила, в храм пошли. Ну, все это записано у нас. Ну, здоровьишко слабенькое. Сделали операцию, ну, чтобы Господь помиловал. Нина. Она была, приняла крещение. Бывают незначительные какие-то у человека с родственниками, где-то неурядицы, и они человеку, ну, не дают свободно молиться. Мы должны быть от этого свободны, настроить дух на благодарность. Они так, меня огорчили, и я закис. Вот мне это говорят люди, ну, вот он рассказал, так что такое, да мои книги, да как они, у меня это совсем другое. В момент, когда я в библиотеке подхожу, вот в библиотеке, книги мои, книги разложили, книги мои, мои. Это мой ум составило. Я сам набирал, не считая проповедей. Там Галя Кубайкина, все эти набирали, помогали. Корректор, Марина Дубунова, там многие люди были задействованы. Но все стихотворения, это минимум 5 томов, это я сам до буковки набирал. Я говорю, книги эти, вот разложил наставить. Как только заподписали бумагу, так, мы обещаемся книги не испортить, давать людям, я бесплатно даю. Подпись поставили, я положил, все, книгам я не имею права прикоснуться. Кто-то спрашивает, они не мои. Я их передал вам, но на самом деле я все делаю во имя Христа. И теперь, что над ними сделаете, отбираете, сжигаете. Это не мне, это не мое. Они не могут понять, что. Это моему Иисусу любимому, для которого я писал, делал. Почему писал? Я вижу там и там и там неправильно. Мне это открыто, я этим живу. Ты не понимаешь, сегодня твои дети когда-то поймут. Никто не поймет, я перед Богом оправдан буду за то, что никому не угождал. Не угождал. Я старался угодить моему Иисусу. И вы видите, какие результаты. Так это, а в другом месте, они пять районов мне пишут, ваши книги на самом видном месте у нас стоят и прочее. Это не везде. Они не могут взять тех, где они уже поставлены книги на учет. Чувашия, Татарстан, мощнейшие библиотеки, сильнейшие такие. Пусть они в Тюмени возьмут, в Томске, а там президентская библиотека в Тюмени. Их даже не запустят туда. Я разговаривал как-то, ну, Омск. Не мог попасть на прием к архиве, там, кажется, Владимир, что ли, митрополит. И там у нас фотография есть. Я сижу и священнику, ну, нам зайти отдать, подарю ему Новый Завет, там, и Достово Божий, и попросить благословения. Полминуты нам хватит. У нас всего тут три человека. Ни под каким видом. Но у него близкие связи с губернатором. Сразу оттуда звонок разузнали. В библиотеку приняли книги Лапкина. Заблокировать, не выпускать. И они нам звонят. Книги ваши надо забрать. Я говорю, а почему? Ну, знаете, я знаю, я говорю, я хорошо знаю. А вы-то как? Ну, вот сейчас как будто места нет. Областной библиотеки, которая тянется на два, почти квартала, говорит, не найдешь. Места нет. Ну, ж быть этого не может. Она мне потихоньку говорит, ну, обстановка, когда изменится, мы вам сообщим. В этом же городе, я поехал далеко, где батюшка служил, я стараюсь, где отец Геннадий служил, поехать и там священникам подарить. Там библиотеку подарили, и к священнику, Лемешко, отец Александр. Принял с радостью, благословил, как положено. Книги оставили, расписался, печать. А в это время, видимо, сверху звонок. Ну, не больше 4,5 часа прошло, он СМС сбрасывает. Немедленно заберите книги, на ощах сожгу. Он даже их не пролистал. А почему? Глава администрации, губернатор, храм стоит, и храм называется губернаторский храм. Он помог. Губернаторский храм, я такого больше нигде не встречал. Не по-кровски, но у него есть там название, Михаил Архистратика, но в народе все знают. Он сказал убрать. А почему? Архиерей сказал. Из библиотеки звонят. Вот нам дали указания с администрации к 6 часам, чтобы ваших книг тут не было. Никто дал указания, не видел книги, ни меня не видел. Не знают. Куда девать? Я говорю, а вы кто будете? Да я библиотекарь. Да как? Мы, говорит, книги из рук не выпускали. Ну, возьмите их, я вам дарю их. Мне дарите? Да, я вам дарю. Вы ложитесь спать и не знаете, какая тут идет работа. Я говорил, главный объект будет на меня и производная эта книга. Если даже мы к ним придем сегодня, написано под теплый омопор Максим, они нас задушат сразу в этом тепле, спарят нас. Там ничего не будет, кроме мокруш. Да сохранит нас Господь от теплых омопоров. Мы взошли на самую стремнину. Мы пошли за нашим Господом. А что будет, я ему предаю это. Теперь, где мы едем, они сразу стараются звонить, я уже узнал. Ничего они не успеют. Это невозможно. И тех, которые на пути мешают, ничего не будет. Меня судил вот так вот, когда судили, вот такие вот брови, как у Брежнева. Прокурор вот так наклоненный. Ну, прям, Яков Иванович Мордовин. Я еще не вернулся из Сирьева, он уже помер. А он уже помер. Вот и все. Да нет, Ивнать Иванович, не совсем вы правы. Ну, скажи, как было. Я-то потом еще и работал у него в подчинении. Да? Ну, значит, время срок, он умер? Сейчас не знаю. Ну, умер, умер. Я спрашивал, и мне сказали, он умер. Следователь, который меня напрашивал, умер. Ну, позже, раньше там, у меня какие сведения, что слышал? Но умер, главное. А я все еще толкуюсь. Я ему на суде сказал, ну, вы смотрите на меня, как на врага народа. Я вернусь еще друзьями будете. Зачем вам это надо? Все равно вы меня осудите. Приказ пришел, уже вынесено все. Там мои оправдания ничего не дают. Это так ролик. Да. Поэтому, если ты надеешься на Бога, Господь устроит так, что перешагнешь через все эти препятствия. И прокуроры, следователи, все останутся позади. Ты положись на Бога. Дети твои мешают что-то, мешают только грехи. И когда пучишь человеку угодный Богу, он говорит врагов, и он примиряет с ним. Так что мы надеемся на Бога. Еще нет? Поблагодарим Господу. Вот объявление. Спасибо, Христос, всем за помощь. Мы дом, который на разборку брали, купили. Андрей начал его разбирать. Только, пожалуйста, братья и сестры, прошу молиться. Андрей у нас горячий, он уже, в общем, палочки получил хорошо по носу. Невнимательно все это делал и стопнул. Приезжая вчера к нему, хорошо стопнул. Так, нужна помощь, наверное? Пока Андрей справляется, там помощники есть. Вот так. Потому что кто такая молодежь? Можно еще? Вставай, вставай. Вон, Затем, задерживайтесь еще, пожалуйста. У меня какой вопрос? Валя из Казахстана звонила, просила тоже молиться, молиться за нее. У нее там судов, что там складывается с детьми, но просила молить ваших. Болящие у нас те же, в общем, как. И хотела обратиться теперь к слышащим, ни глухонемым. У нас Мария со сломанной рукой, и вы знаете, она как ребенок. И, по-моему, она с любовью больше всех любви имеет. Поэтому, если кто желает, посетите АЯС, где АЯС-магазин, она там живет. Такая прямо привидливая они такие. Вот. Это первое. Другой момент, другой момент очень волнует меня. Я не знаю, я даже спать уже не могу. Меня волнует очень лагерь наш. Игнатий Тихонович дает там, я знаю, объявление, приглашает. Это его детище. И он нам заповедует, чтобы лагерь сохранялся у нас. Но дело-то в чем? Ведь едут люди, если даже они поедут, они едут с детьми, которых надо исправить, которые, дети нуждаются в помощи, действительно, в помощи. Эту помощь может оказать только Игнатий Тихонович. И вот он хозяин, он приглашает, и люди приедут. Кто-то там желает, а хозяина нет. Постучали, тук-тук-тук-тук. А слуга ответила, а хозяина нет. Володя мне говорит, ну если не понравится, пусть уезжают, простите, 14 рублей, две остановки, одну остановку проехать, а люди затратятся. Куда они приедут? Приедут с детьми к вам, Игнатий Тихонович. А они к нам. А они к нам. И я хотела спросить, а кто может поехать работать? Вот сейчас, пожалуйста, поднимите руку. Кто может поехать помочь? Поднимите руку. Я понимаю, если бы Игорь Двунок поехал, он может справиться, он с людьми работал, у него опыт есть, он уже с таким опытом. А Володя что? Вы хотите Володю? У него опыта никакого нет. Ответ какой? Какой в прошлом году был такой, почему он должен быть другим? Как в одном фильме говорится. Вот так. И в прошлом, позапрошлом году я спрашивал некоторые, ну давайте, ну закрыть лагерь, да и все другие, ну давайте хотя бы на месяц, давайте на месяц позже. Вовремя открыли, год прошел, слава Богу. Вот у нас тоже вопрос стоит. И у меня, мы сможем или не сможем, я про себя не могу сказать, что я точно смогу, и меня это тревожит, меня это очень волнует. А я вижу, я вот обращаюсь, кто поедет, кто может заменить? Прошу вас, кто? Ну кто? Ну кто? А вы бы сказали первое, я... И я хочу так сказать, а я не знаю, смотрите. Ну вот рядом, рядом, сиди, человек понимает руку. Она пять минут здоровая, а через десять минут больная. Так мне еще, когда больно проявляется. Это как родители Николаевны. Надь, я что хочу сказать, сестры, вот такое чувство, что даже и спать сестра не может, но я что, могу только, могу только помолиться Господу, сказать аллилуйя. Ну, мы знаем, как женщины мыслят, и как мыслит Господь. А Бог, а Бог, во-первых, во-первых, Игнатий Тихонович зовет, кто приедет, кто не приедет, никто еще пока ничего не знает. Господь, а Бог все видит. Дальше, брат Владимир, сестры, вы там между собой где-то встречаетесь, что-то там обсуждаете, не знаю, ну дай Бог по Писанию. Брат Владимир, он один из лучших знатоков Священного Писания в нашей общине. Да, житей святых, он не так знает, но запоминает кое-что, то, что Игнатий Тихонович говорит. И если там будут какие-то люди, любые, любой там они, мусульмане там, кришнаиты, тем более неверующие, уж брат найдет слова Священного Писания, которые им нужны для лечения. Там одно слово, как святой был, Пахомий, ему сказали только одно слово, псалма там, что нужно за словами своими смотреть. И дальше читает, он, подожди, что подожди, сейчас я это исполню, а потом след дальше будет читать. И ушел. И нету его несколько месяцев. Потом приходит, ну что, подожди, еще немножко нужно. Пускай они внимают словам Священного Писания, трудятся, а дети, давай дальше, пускай там будут дети. И они там будут какие-то непослушные, но не до такой степени непослушные, что они не будут смотреть, например, других детей. У нас будут там дроботы, еще может какие-то дети будут там, рядом деревня, батюшка, совет есть. Вы подождите, бросать-то просто так. Ну вот Игнать Тихоновича вообще нету. Вот сейчас он поехал, и там землетрясение. И у них вся машина туда рухнула, нету ни Вити, ни Игнать Тихоновича, ни брата Николая. все. Говорится, похоронили. И что дальше будем делать? А Бог? Вы что на Бог это вообще не надеетесь? Что у вас за слезы? Надо разобраться в этих слезах. Вам самой, в первую очередь. Потому что иной раз вы как что-нибудь скажете, вам бы тут заплакать надо чувствуется. Ну у вас, как с гуся вода. Где не надо, плачете. Тут у нас были такие уже сестры, плакали, плакали, потом такой фарди-бобль выкинут. Ни одной не найдешь. Так, опять вы со слезами на глазах. Это радость со слезами на глазах. Пасха скоро. Вы опять плачете. Все, пока. Так, я поясню. Смотрите, ситуация подобная была в Израиле. Два брата. Один вождь, а другой священник. Моисей Аарон. И народ тоже думали, как будет, что будет. И когда умерли, они никуда не движутся. Стоят 40 дней, все стоят и стоят. Ну, умер, уже его нету. Но никто не знает, что на его месте уже Иисус на вин все подготовил. Теперь он будет врубаться в одно царство, в другое, третье, семь царств лягут под ним. Моисея-то не победил ни одного. Ему только дано было с горы посмотреть, куда ты не дошел. За слово. Аарон, Аарон тельца сделал. Вот тебе два брата. Они один в бетонную зону, конечно, не вошли, но о царстве речь не идет. Так что, у Бога все по-другому. Люди плакали, знаете, и был великий плащ о Стефане. А рядом стоял гонитель. А что он стоит? Одежды стережет. А что стережет-то? Ну, они ревнители такие, что друг у друга могут своровать, что-то уходит. Чего бы он исторожил-то? Другого гнатирить их, тут смелые, а за вещами надо присматривать. но никто не знал, что из него получится в будущем всемирный вселенский апостол. Так, зайди сюда, я тебе представлю, чтобы не было... А что, так что-то закончилось? Ну, значит, имею в виду, сейчас занятие будет, а занятие останешься. Так, вперед маленько. Так, Надежда Васильевна, представь, кто это к нам пришел? Маленько, вперед. Это мой племянник, старшей сестре сын, которая умерла. Он сейчас живет в Парнауле, здесь снимает квартиру, и вот из-за желания прийти на занятия к нам. Он любит на занятия ходить, он там в политех ходил в свое время. У нас его разрешен, я его знаю, так что, ну, попрошу расположиться. Звать Анатолий... Ходишь в Старобрясецкий храм, да? Ходит в Старобрясецкий храм. Старобрясецкий храм, у нас хорошее отношение, это истинная православная церковь, у них настоящее священство. Батюшку Николу мы знаем, ну, к нам тут ничего не может быть. Никто тебя перетягивать не будет, ни к Альянам. Тут спокойно. Алена, его сестра, которая была в Потеряевке, она вышла замуж у нее. Ну, ладно, сейчас разденешься, мы уходим. Ой, племянница. Ничего больше нет, соответственно. Ольга, сестра у него. Все? Если ничего нет, поблагодарим Бога, что Господь нас так любит. Господь. И Слава Богу, И Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую, без сравнения, Серафим, без искления Бога слова, рожжую, сущую, Богородицу Тя величаем. Отец Небесный, великая Тебя благодарность за Слово Твое живое, которое Ты верил Бога, избранному еврейскому народу. Ты возвыснил Он нас всем народом, ибо верил Ему Слово Божие, которое было ими донесено в наших дней. Мы благодарны Тебе за это. Ты распусти нас с миром, Владыка, научи нас доверяться Тебе. Если это от Тебя, чтобы мы были в этом благовещенском путешествии, приготовь нам все необходимое, устрои это путешествие. Прошу Тебя, Господи, даруй послушание женам, чтобы они огорчали своих мужей, которых Ты поставил главами над ними, и чтобы все вместе достигли обещанной обители. Хвала Тебя, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Спаси Христос.